Добрый день, уважаемые близники. Рада вас приветствовать на очередном генератике на фокус-клопло. Меня зовут Юлия из Дон Кузьмин. Прошу, пожалуйста, не сооткучайте. Хорошо, Юлия, все не слышно. Какая-то, пожалуйста. Юлия, я здесь. Вы пропали сейчас? Я замолчала, Роман. Вы представили, дальше за мной. Да, конечно. Роман, вы можете начинать сейчас вашу презентацию. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня Роман Куланов, менеджер по развитию сервиса на парке СПО. Сегодня я хотел бы рассказать о наших сервисах, о наших центрах коллективного пользования и оборудовании, которые вы можете использовать при реализации ваших проектов. Я так понимаю, система будет такая, что я буду рассказывать и параллельно вы будете задавать какие-то вопросы, уточняющие, возможно, с интересом вашим. Извиняюсь за фоновый шум. Вот это действительно система обменная в нашем здании, в нашем общении. Технопарк Сколково. Общая концепция, то, что мы создаем центры коллективного пользования в зависимости от потребностей наших участников. У нас 605 участников в фонде. Соответственно, принимаем во внимание потребности участников, мы реакитируемся на их потребности и, соответственно, организуем такие сервисы. В частности, у нас есть сегодня определенные направления по услугам. Это аналитический сервис, инженерные услуги, конструкторские работы различные, механообработка, автоматизирование и научно-исследовательское оборудование. Ну, как вы знаете, основная концепция технопарка, то, что мы можем предоставить участникам, именно для стартапов, услуги эксклюзивные. То, что участник может получить деньги на технопарке. Не надо обращаться в различные двигатели по разным подрядчикам. И, чтобы делать, в каждую очередь, в каждую подрядчику отдельно, он может обратиться коллективно в технопарк в режиме одного окна. И мы готовы оказать ему все сервисы в режиме одного окна. Сегодня у нас есть три центра коллективного пользования с подсервисами. Первый – это оптоэлектроника. Это оборудование для отхода в альтаики в Санкт-Петербурге. Второй ЦКБ – это микроанализ. Он находится в здании «Урал» в технопарке Сколково. Извиняюсь, что прерывается. Это рабочий момент. Если что, то по ходу презентации вы сможете задать вопросы. И там, где, допустим, меня не было слышно, просто повторимся. И третий сервис, наиболее такой, видимо, востребованный – это прототипирование. В рамках такого центра коллективного пользования у нас работают три оператора. Оператор по механообработке – это выполнение различных работ на токарно-трезерном оборудовании. Второе – это инженерная лаборатория, которая выполняет конструкторские работы. И третье – это оборудование быстрой 3D-печати. Это изготовление портотипных изделий из различных пластиков, порошка из гипса и методом спекания, вазерного спекания. И также в рамках этого ЦТП есть будут у нас услуги сейчас по промышленному дизайну. Доступ для компаний. То есть, кто может воспользоваться этими услугами? Соответственно, резиденты, ключевые партнеры и сторонние внешние организации, которые тоже заинтересованы в доступном оборудовании, чтобы мы могли оказаться в качестве качества надежных совместных операторов и в прочном порядке. Регламент обращения в Технопарк подразумевает, сначала участник или компания формирует техническое задание. Сначала вы можете связаться со мной и договориться о встрече в Технопарке. Вы можете прийти в наш ЦКП самостоятельно в рабочее время и обратиться по каждому сервису самостоятельно непосредственно в сам Центр коллективного пользования. Там наши специалисты окажут вам консультации. Совместно возможно сформировать задачи, которые вы будете решать. так сказать, сформировать это как техническое задание. Микроанализ проводит, соответственно, тема работы, для того, чтобы вы могли посмотреть, подходит ли вам такое оборудование. Методы исследования, которые они предлагают. Тема работы вообще нужна для того, чтобы сформировать вашу потребность. Тем, чтобы вы увидели, что это оборудование действительно вам подходит. Определить загрузку, которую вы предлагаете в рамках вашего исследования, либо измерения. И сформировать такой план работы. После проведения темы и консультации, предполагается, что вы заключаете договор, рамочный договор на оказание услуг с технопарком, в рамках которого будут выполняться какие-либо работы. Работы, услуги, аналитический сервис, изготовление каких-то изделий. По выполнению работ, самый последний этап – это передача, соответственно, результата заказчику. Они оправляются соответствующими документами, отчетными документами. Как правило, если это бухгалтерские документы, соответственно, подчетчик, фактура, надводная, акция. Если мы выполняем для вас какие-то определенные задачи с изготовлением изделий, соответственно, там, товарные, надводные, прочие отчетные документы, предусмотренные, допустим, технические задания. Самое важное, чему мы уделяем особое внимание, то, что участник на совершенно различные стадии выполнения своего проекта, то есть обращение участника в технопарк, оно актуально на всех стадиях. на самой ранней стадии, когда, допустим, только у вас есть концепция реализации вашего бизнес-плана, вы можете обратиться в инженерную лабораторию с точки зрения оценки технологичности выполненности вашего проекта. Возможно ли это сегодня сделать? Соответственно, вот из приведенной диаграммы можно ознакомиться с этапами развития реализации вашего проекта. Может быть, какие-то вопросы сейчас у вас появятся? Ну, соответственно, тут представлены наши центры клиптивного пользования, которые относятся к различным стадиям, которые готовы указывать в сервисы услуги на различных стадиях вашего проекта. Вижу, присоединяются к нам участники. Безусловно, технопарк может оказывать услуги участникам и другим компаниям, только основываясь на каких-то конкурентных преимуществах, потому что, безусловно, вы можете найти другие компании, которые вам окажут услуги с требовым качеством. Но есть, безусловно, и наши преимущества. Они складываются в том, что мы выбираем операторов на тендерной основе, действительно, проверенные оборудования, современные. У нас есть определенные требования при выборе оператора и подрядчика. Это современное оборудование, новейшее программное обеспечение, которое обновляется и создается в некоторых случаях самими операторами. сертифицированные персоналы, которые проходят обучение на заводах изготовителя оборудования, в частности, в компании. Я и специалисты нашего микроанализа проходят обучение компании-производителя. Естественно, наши операторы используют передовые методики при выполнении своей работы. Естественно, технопарк ориентирован на участников, потому что выполнение заказов – это наша приоритетная задача. вы, как я уже упомянул, обращаетесь к нам в наше подразделение департамент дневного сервиса со своими задачами, и мы в режиме одного окна принимаем ваши заявки, технические задания и стараемся выполнить по мере наличие определенного сервиса либо оборудования. Проверим демонстрационные работы, если они необходимы. Сегодня у нас есть возможность получения и резервирования заказов через наш сайт, то есть с сайта технопарка. вы можете отправить заявку с вашим пожеланием, что вы готовы прийти на презентацию, демо работы, в такой-то центр активного пользования, воспользоваться таким-то оборудованием. И, соответственно, мы сформируем, составим график и предложим вам определенное время. Либо вы его назовете сами, либо, соответственно, мы предложим время, когда это можно будет сделать. Вот. Мы проводим, соответственно, обучение пользователей различными методиками, в частности, микроанализе обучения работы на микроскопах. Одно из преимуществ то, что участникам удобно обращаться на парк, то, что мы готовы рассматривать заявки и обсуждать их вместе с заказчиком. То есть, если заказчик не совсем готов четко сформулировать свои потребности в момент обращения, то есть он пришел, допустим, некоторые участники иногда приходят во время презентации, презентации, которые проводит фонд, там семинары, заодно посещают наши центры коллективного пользования и не сразу готовы сформировать свои задачи. То, соответственно, мы помогаем составить техническое задание, которое потом иногда перерастает в опытных конструкторских работ, в миры. Одно из преимуществ то, что наши лаборатории, естественно, находятся здесь в технопарке и участникам, которые размещены в нашем здании, они уже пользуются нашим оборудованием и услугами. И, в общем-то, не так далеко мы находимся, рядом с Москвой, буквально, хоть в Админово. Нам очень просто кататься, можно также, то есть оборудование достаточно доступно, оно рядом. Конкурентное преимущество то, что тариф предлагается, тариф на услуги и работы предлагается на уровне вот на 30% ниже рыночной стоимости. То есть обычно, если операторы оказывают для обычных компаний внешних по одному тарифу, то, соответственно, имеет коллективный характер. Технопарк показывает эти услуги для участников на 30% ниже рыночной стоимости. Вы можете оплачивать ваши работы по факту выполнения. Это одно из преимуществ, то, что нет необходимости в авансировании ваших работ. То есть сначала мы выполняем ваши заказы, а затем вы выполняете оплату. есть гибкая система скидок. В будущем совместно проводится общие миокры, если, как вот, эту тематику развить, в ключе, развитие сервиса технопарка. И также имеется режим удаленного доступа к нашему оборудованию, в частности, ЦКП микроанализа. В оптоэлектронике пока такой функции нет, возможно, в будущем мы создадим такую опцию. Как я уже сказал, что наши центры коллекционного пользования организованы с привлечением операторов, которые проходят квалификацию. в данном случае мы проводим тендер. Схема работы у нас очень проста. Участники, наши участники заключают один рабочий договор с технопарком, а у нас есть, соответственно, свои сотки двора с каждым центром коллективного пользования. Таким образом, участник обращается с нами в режиме одного окна. у нас нет необходимости заключать несколько десяток дворов с различными подрядчиками. У него всего один договор с технопарком, в рамках которого мы выполняем комплекс работы необходимых участников. Можно на диаграмме представить принципы нашего взаимодействия. Извиняюсь. Хотел бы обратить особое внимание на доступные оборудования и методы исследований либо подготовки работ в рамках нашего микроанализа. Очень важная часть уделяется не только проведению самих исследований, а также подготовке образцов. Когда участник обращается с определенной задачей, то бывает до 60-70% времени входит именно на подготовку его образцов для того, чтобы потом посмотреть. Поэтому эти услуги у нас есть, мы их оказываем. Естественно, удобно, когда участник уже с готовыми образцами, которыми возможно поместить камеру и создание вакуума начать работу. вакуума. Здесь вы видите сейчас на слайде наши основные направления, которые, методы исследований, которые у нас выполняет КП микроанализа. То есть арастровая электронная микроскопия, просвечивающая. вакуума. Сейчас у нас уже пришла установка X-радио. Это рентгеновский томограф. Рентгеновская микроскопия. Также моделирование и создание, реконструкция 3D объектов на наноурок. Сейчас на слайде вы можете ознакомиться с оборудованием, которое у нас размещено в СКП и ОФО. Опт электроника. Этот центр создан на базе НТЦ тонкоплёночных технологий. В общем-то запрос участников очень разносторонний и иногда не сразу возможно определить, какая методика и какое оборудование подойдёт определённому участнику. Поэтому мы работаем в такой лойке, что вы можете обращаться с техническим заданием. Понятно, что участники обращаются совершенно различными задачами. Понятно, что не всё оборудование есть. На парке, допустим, недавно обращался один участник, которому нужно было провести измерения на элипсометре. Элипсометр у нас будет, допустим, доступен сейчас в конце августа. В опт электронике. И, соответственно, будет техническое задание. Выполним и отработаем. Следующий место. Сейчас вот центр коллективного пользования прототипирования. Вот такой у нас комплексный. У нас имеются три оператора. Оборудование, как я уже говорил, по механообработке. То есть это различные токарные станки, фрезерные станки с ЧПУ, венточно-пильные. Часть оборудования будет здесь у нас. Не будет. Оно уже позаботится в здании Урал, в цокольный этаж. Часть оборудования будет доступна на основных производственных мощностях нашего оператора. Вот поэтому ваша задача, если те, которые мы не сможем оперативно решить здесь, рядом в Урале, то, соответственно, можно будет это решить на основной производственной площадке. Ну, обращение, как я и говорил, уже подразумевает оформление технического задания, хотя бы в краткой форме. что мне нужно там выточить деталь с какими-то характеристиками, чертеж, допуски. Также, соответственно, наши коллеги из радиомеханики готовы выполнить конструкторские работы, подготовить конструкторскую документацию для изготовления каких-либо изделий. Вот. И наш центр быстрого прототипирования и промышленного дизайна сможет оперативно на 3D-принтерах сделать какой-то прототип вашего изделия. Наши реквизиты. Вы можете ознакомиться с реквизитами. Они также есть доступны на нашем сайте. вот. Ну, я кратко рассказал о наших доступных сервисах, оборудовании. Хотелось бы теперь услышать ваши вопросы по ходу презентации. Может быть, что-то... Я попытаюсь ответить. Юлия, подскажете, можно ли переключиться на наших участников и послушать следующие вопросы? Спасибо. Да, Роман, спасибо большое за вашу конструкцию. Коллеги, у вас сейчас есть возможность задавать вопросы спикеру как в чате, так и голосом. То есть, вы можете подключить запрещение. Для этого мы хотим нажать на кланш и видеть под другим правым верхним белоканам. Вы можете просить обещание? Да, да, я слушаю. Коллеги? Да. Александр? Да, да, Александр. Слушаю. Добрый день. Здравствуйте. К сожалению, я не слышу пока Александра. Я не слышу. Я не слышу. Я не слышу. Александр, просьба проверить в настройках главный меню. Да, да, Александр, слушаю. Ваше оборудование. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, слышу. Я... Алло, вы меня слышите? Александр? Добрый день. Александр, компания Composite Electro. Хотел спросить под меня, у меня есть вопросы, оборудование по различных хорейским испытаниям и по климатическим испытаниям. Я говорю, в данный момент их пока нет. Я собираюсь вы заключаете договора с организациями, которые могут предоставить вот такие вопросы. Здесь у вас половина вопросов, к сожалению, было настолько громко, что просто я не раз... Я понимаю, что вопрос по испытаниям, правильно? А, испытаниям, да. У нас отмечено, как один из сервисов, это, конечно же, проведение испытаний различных образцов. Вот. Но сегодня у нас есть доступные оборудования для проведения испытаний, но задачи учащиха, они сегодня настолько многогранные, как оказалось совсем недавно один из участников просил проверить керамические образцы. Вот. Значит, мы не будем отходить от темы. Да, у нас предполагается такой сервис, как испытательный испытательный, испытательный сервис. Будут заключены несколько договоров с подрядчиками. Сами наши лаборатории уже действующие, они тоже проводят испытания, но мы не можем сегодня провести испытания для всех участников. то есть, вектор испытаний настолько широкий, что задача участников настолько многогранна, что сегодня пока не можем выполнить. Но в ближайшее время, может быть, месяц-два, я думаю, мы наладим. так постараемся сделать. Спасибо. 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 Роман, благодарю. Так, был еще также вопрос. Вот. Поразов спешим. Юрий, к сожалению, у вас очень большой шум. Просьба в настройках проверить ваш звук и также сделать микрофон чуть потише и подальше найти от колонок. Еще раз отправить вопрос совещания, пока вас отключило. Так, да. Значит, у меня вопрос следующих характеров. Мы собираемся подать на исследование Эрландо-пулано-остановой технологии. Правда. Артематика, да. И она потребуется в будущем. Академия для исследований. И потом для комплектных получения массов. Это очень многостойчивое мнение. В принципе, которое задавалось с микропроекта. Но вот у нас есть вот такой вопрос. Возможно ли через определенные обороты деятельности уже совместно, как участник Сколкова, согласовать, потому что это оборудование, оно будет в практике очень много понадобиться. Те, которые еще не понимают, что это надо. И это оборудование, чтобы Сколково закупил ваш лабораторию и дать условия уже, как бы сказать, во-первых, это соответственно, не поскольку Сколково занимает методики исследования. Да, и вопрос у вас абсолютно актуальный. И я более того скажу, что сегодня вы не один задаете такой вопрос. Как бы это, ну как сказать, вот прям сегодня у нас нет, к сожалению, вот такой функции, как закупка оборудования для участников. То есть понятно, что действительно оно необходимо участникам, вам и потенциально, наверное, там еще десятью или десятью участникам. Но вы пока не закупали. У нас вот пока не было такового прецедента, вот именно вот такие оборудования для проекта. Ну, да. Я понял. Тогда у меня есть два таких практических предложения. Первое предложение. Это в кластерах, в энергетическом кластере, каждый закладывает себе на смету данные на это оборудование. сделать общие консультации, опросы и из их смет взять и закупить, допустим. И второе предложение. Вы очень развили большую деятельность самого фонда за рубежом. Я думаю, что есть, наверное, какие-то центры технологические, у которых есть это оборудование. И зачем его закупать, если можно частично исследование провести там. Это не влияет на конкретную нау-хау и на будущий продукт. Это смело можно вот такой мостик вам как бы организовать. Это было бы здорово вообще. Спасибо большое за Ваше предложение. В общем-то, очень актуально. Думали, но пока у нас концепции взаимодействия с другими технопарками, либо университетами не осталось именно с иностранными партнерами, именно по проведению Нью-Йорк. Возможно, да, мы в будущем не только обратим внимание, а примем такую концепцию и будем выполнять такие исследования. На это рассчитывать можно, в принципе, да? Это было пока в стадии концепции. Потому что технически у нас пока нет такого инструмента. То есть мы еще ни с кем не заключили. То есть, видимо, мы пока в стадии становления. И это действительно перспективная тема, потому что нам необходимо работать с другими иностранными тоже коллегами. Да, потому что я в инновации около 12 лет уже и знаю точно, что я использовал институтовские базы. Так вот, перспективные стратегии я вижу, что суть сколкового, вес сколкового, имидж сколкового намного будет зависеть именно от лабораторной базы, а не от количества участников и так далее. Это просто будет, как бы, и долина в Халифорнии там тоже, как бы сказать, намного меньше будет. Именно вот в этом направлении работа. Это очень-очень важно. Это, ну, просто. Это, как бы, наша задача. Единственная задача, как максимум, помочь участникам с оборудованием и сервисами для реализации проекта. Каждого участника. Это вот основная задача других, в общем-то, именно нас. есть. Я понял. Я понял. Спасибо. И крайний вопрос. Как дорого будут стоить эти услуги по использованию вашей, грубо говоря, базы? Вашей лаборатории. Вопрос. Будущего у других партнеров иностранных или сегодняшнего здесь в технопарке? У нас уже есть определенные тарифы, они уже обозначены, они приняты приказом генерального директора. То есть, вы можете направить, то есть, как бы, есть определенные тарифы, есть определенные ваши задания. Вы нам направляете техническое задание, мы осмечиваем работу, услуги и говорим, сколько стоит, допустим, выполнить там такое-то исследование, либо там такую-то конструкторскую работу, либо сделать такой чертеж, либо там делать дизайн к такому-то устройству. То есть, уже это есть, то есть, надо просто техническое задание. Ну, допустим, элементарно могу сказать, что сегодня вот стоимость работы одного часа в микроанализе стоит 4 тысячи рублей для ученика. Вот. Я понял. Я понял. Я для того, чтобы уточнить свою смету расходов, если есть цифры, там просто очень хорошо. Я понимаю, что вы сейчас составляете смету, вы можете направить нам наше задание, которое вы планируете выполнять, значит, с привлечением технопарка, кратко-техническое задание. Мы вам назовем стоимость, и вы можете это включить в вашу смету расходов, которые вы потом будете защищать в конте, там, при этом включении гран. Спасибо. Понял. Спасибо большое. Окей. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо большое. Да, да. Слушаю. 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 Слушаю Владимиром. Пожалуйста, знайте аж вопрос. Владимир, также просил проверить в настройках оборудования. Но тут вопрос был, что… По впечатлению, Владимир, вас не слышно. Попробуйте еще раз проверить в гарнитуру и отправить вопрос на получение. Слушаю. Слушаю. Пока у вас разрешение отключено. Да, да. Слушаю. Есть? Вопросы? Роман, на данный момент пока вопросов на подключение нет. Можно, я думаю, комментировать вопросы, которые у нас есть? Да. Вот так. Подробное описание услуг и оборудования. Безусловно, есть Андрей и Воробьев, на задний вопрос. Я готов их направить по электронной почте. Вам в виде брошюр. Вот. И там все сервисы будут прописаны. Методики исследования на каждой единице оборудования. Вот. Так что просьба направить на почту или на эту сайт. Вы можете направить мне. У меня почта rulano.sk.ru. Вот. И я вам вышлю. Если у вас услугу изменения вычислительных начнодельников, вам нужен SOT. SOT. SOT у нас будет на парке. Значит, готовность к организации где-то несколько месяцев, два-три месяца. Это не быстрый вопрос. А другое выделение? Да, наверное, возможно будет. Если бы участник, то он действительно для этого очень нужен. Что бы здесь, в здании Урал? Я понимаю, я, наверное, ответил на ваш вопрос. Более того, будем рассматривать вопросы о применении различного программного обеспечения, в том числе и может быть даже участников. Как и какие-то услуги. Если эти услуги действительно понадобятся другие участники. Но это зависит именно от коллективного характера езда. Несколько участников обратятся и скажут, что нам вот такие услуги нужны. Возможности показать, где он делает. Но уже размещение он делал. Так. Так, вот Максим. Я тогда извиняюсь, зачитаю вопрос, поскольку у других вопросов не поступает. Прежде всего, по тренингу заявки, у вас уже организованы наши представители. Ну, логично, что, да, можно сказать, наши оборудования не будет. Ну, все оборудование, если это закупается для ЦКП, оно будет размещено в технопарке. Это прямой ответ на ваш вопрос. Сам ЦКП не будет закупать оборудование. То есть технопарк тогда обретет это оборудование и передаст его оператору, который будет работать и оказывать услуги с другими участниками. То есть исходя вот из текущей нашей схемы работы. Вот. Ну, сегодня я определюсь. Некоторые участники задавали вопрос, почему услуги платные там. Сегодня операторы самостоятельно пришли работать в технопарке со своим оборудованием, со своим персоналом. Вот это добровольное решение, поэтому оборудование, которое здесь стоит, оно не закуплено на технопарке. Это собственность от наших операторов. Так, никаких вопросов я пока не вижу. Прошу, в общем, добавить так вот вопрос. Вопрос, да, справедливость, что оборудование, ну, если центр коллективного пользования, то оно, соответственно, находится в общем доступе. Если это оборудование находится у участника, то это как бы все-таки оборудование участника. И организовать доступ к других участникам и работу на этом оборудовании, если в данном случае это отдельно размещено, то будет сложно. Грантовое финансирование подразумевает все-таки, отвечая на вопрос Максима, финансирование вашей работы, вашего бизнес-плана, вашего проекта. Вот, как бы, если теоретически можно использовать будет, но это масштабы такие очень большие. В аренду прям все, так извиняюсь, Вадим, как сейчас Вадим задал вопрос. В аренду брать оборудование сегодня нельзя, то есть мы предоставляем сервис, это вот оборудование уже с услугой измерения. Отдельно его взять в аренду пока нельзя у нас. Возможно, в будущем появится, но сегодня нет. Ну и оборудование такого у вас тоже нет, которым можно поплатить. Надеюсь, я к этому помогу. Так, коллеги, пожалуйста, обращайтесь. Еще у вас вопросы. Ваши участники напоминают о том, что... Слушаю, коллеги. На данный момент запросы на обещание пока нет в чате. Если да, у коллег нет вопросов. Я предлагаю, значит, если у коллег есть какие-то задачи, которые необходимо решить, то можно направлять запросы всем мне в электронной почте. Все отработаем. Вот, если надо будет рассчитать стоимость изготовления каких-то изделий, конструкции, работы, проведения измерений, то, естественно, назовем. Так что можно общаться по электронной почте, как делаем мы с участниками. И, соответственно, приглашаю вас, естественно, в рабочее время в технопарк посетить наше ЦКП, встретиться с операторами. Обращайтесь. У меня все. Спасибо большое. Спасибо большое за участие. Будем рады видеть вас на наших следующих вебинарах. Спасибо. Спасибо. Спасибо.